В феврале проектно-конструкторское технологическое бюро Савалмаш приобрело еще более законченный вид. Строители смонтировали значительную часть утеплителя и внешние облицовки стен и сэндвич-панелей. В конце месяца начали устанавливать окна, подоконники и отливы. Также специалисты залили бетоном последнюю карту перекрытия на третьем этаже производственного корпуса. Завершили заливку лестничных и лифтовых шахт. Начали заливать бетоном ступени лестниц, после чего останется залить пол первого этажа. Кроме того, строители смонтировали первый сэндвич-панели межкомнатных перегородок на третьем этаже производственного корпуса. Выполнили противопожарную обработку большей части металлокаркаса. Вызвели противопожарную стену между производственным и административно-бытовым корпусами. Начали закрывать места соединения крыши со стенами. Начали монтировать кровли на одноэтажных пристройках здания. В феврале стройплощадку посетили руководители особой экономической зоны Технополис Москва, на территории которой строится инжиниринговый центр. Они ознакомились с ходом строительства и пообщались с представителями компании Совалмаш. Гостей приятно поразил тот факт, что основное инженерное оборудование для ПКТБ уже изготовили и доставили на площадку. Россию посетил национальный партнер компании Соларгруппа Франции и ряде стран Африки Жиль Вебер, а также его ассистент Барбара Сака Кина. Вместе с руководством Соларгрупп гости побывали на стройплощадке Совалмаш, узнали, как движется строительство по КТБ и поделились живыми впечатлениями с участниками проекта из Африки. Кроме того, гости посетили мастерскую компании Стин в Обнинске, где протестировали транспорт с технологией Славянка. Напомним, что компания занимается модернизацией транспорта, устанавливая на него двигатели с совмещенными обмотками. Национальный партнер также провел вебинар на французском языке из студии Сывалмаш для иностранных участников проекта и поучаствовал в вебинаре Соларгрупп в качестве приглашенного гостя. Благодаря поездке в Россию Жили Вебера и Барбара Сака Кина, участники проекта из Франции и франкоговорящих стран Африки смогли увидеть, как строится предприятие, в которое они инвестируют, задать свои вопросы первым лицам проекта и получить ответы на родном языке. Информация о технологии совмещенных обмоток Славянка появилась на сайте агентства по технологическому развитию. Эту организацию создало правительство России с целью объединить высокие технологии и бизнес. Агентство публикует информацию для компаний, которым нужны передовые инновации на производстве. Размещение сведений о Славянке на этом ресурсе говорит о признании технологии на уровне правительства России. Также это способствует распространению информации о ней в бизнес-кругах среди потенциальных партнеров и клиентов компании Савалмаш. Специалисты Solar Group полностью завершили основные технические работы в личном кабинете и восстановили весь функционал. Это было нужно для того, чтобы повысить безопасность реестров пользователей и базы данных сайта, подготовить платформу к подключению новых сервисов, повысить скорость работы сайта, улучшить интерфейс. Другими словами, личный кабинет стал надежнее, удобнее и теперь работает на основе самых современных IT-технологий. В ходе технических работ наши специалисты, помимо прочего, улучшали и сервис верификации, поэтому возникла очередь из заявок. Сейчас мы вновь принимаем и обрабатываем ваши заявки. Нестабильный курс рубля осложнил инвестирование для российских участников проекта. Чтобы поддержать их и обеспечить стабильное финансирование проекта, компания Solar Group зафиксировала курс на уровне 79 рублей за 1 доллар до 3 марта включительно. Команда анализирует текущую геополитическую ситуацию и делает все для успеха проекта.